Каркас будущего корпуса высотой сегодня всего в четыре этажа. Но уже понятно, здание будет огромным. Пока на одной площадке идут работы по устройству арматуры для следующего этажа, рядом техника расчищает территорию для возведения второго блока здания. Общая площадь обоих 19 500 квадратных метров. Шесть отделений, включая онкологию, урологию, хирургию. 15 операционных и реанимация на 15 коек расположится в новом корпусе. А на первом этаже, кроме приемного покоя, разместится травмпункт. Он будет принимать всех травмированных детей Барнаула, независимо от места прописки. В целом хирургический корпус Центра охраны материнства и детства рассчитан на 650 коек для лечения юных пациентов со всех уголков края. На экстренные случаи предусмотрена противошоковая палата, первая для детей в регионе. Противошоковая палата – это отдельная реанимация на первом этаже для принятия экстренных пациентов непосредственно после, например, авсодорожной травмы. На данный момент мы ребятишек поднимаем непосредственно к нам на шестой этаж, если произошел критический какой-то случай. Медики заверяют, проблем с оснащением корпуса нет. Все необходимое диагностическое и функциональное оборудование закупают. Правда, не просто стоит вопрос с кадрами, но и его постепенно решают. Специалисты убеждены, с открытием этого подразделения повысится не только объемы оказания медицинской помощи, но и качество пребывания и лечения детей в условиях стационара. Но случится это не раньше августа 2025 года. Подрядчик говорит, объект сложный, да и ограничения серьезные, из-за того, что работают на территории действующего медучреждения. Ограничены пути подъезда, то есть с логистикой проблематичной здесь очень получается. Много было работы проведено подготовительно, то есть в плане вынос сетей инженерных. Если бы, конечно, была возможность, можно было бы ускориться и работать, получается, в две смены. Но в связи с тем, что получается учреждение действующее, то есть мамы с детьми с маленькими держат, к сожалению, этого нельзя сделать. Добавим, общая стоимость строительства – около 3 миллиардов рублей. Объект возводится по региональной и федеральной программам развития здравоохранения. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.